МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире дневник Международного театрального фестиваля Академия. 5 часов 30 минут. Время местное. Три минуты назад был объявлен восход солнца. А вот уже сообщают о прибытии самолета, который привез в Омс гостью из Парижа. Знакомьтесь, Полина Борисова. Тулуза, Москва, Омск. Спустя 7 лет она возвращается домой. Ныне французской актрисы, в прошлом мамичка Полина Борисова. Она выросла здесь, в Сибири, в семье актеров Умского театра кукол. Но судьба забросила ее во Францию. Она поехала учиться, осталась навсегда. Когда уже француженки Полине Борисовой предложили приехать на фестиваль Академия, она, незадумывая, сказала, да. И не только потому, что это престижно. Главный план у нас поесть пельмени. Борщ – это мой план, но план Давида, который мой звукорежиссер, и который француз настоящий, это поесть знаменитых сибирских пельменей, о которых он столько слышал. А еще она обязательно пройдется по знакомым с детства улицам и заодно проведет экскурсию для своего звукорежиссера, настоящего француза. Он впервые в Сибири. Вот и вся ее творческая команда. К зрителю актриса выйдет совершенно одна. Полина Борисова привезла моноспектакль «Гоу». Она автор, режиссер и актриса в одном лице. Признается, поставила его в лучших традициях кукольного театра, но с использованием современных веяний. Трудностей с переводом не возникнет, пообещала актриса. У меня нет слов. И он принадлежит к такой ветви театра кукол, который мы называем театр предмета. Театр неодушевленных предметов. И в нем также есть маска. То есть он с семимильными шагами приближается к театру кукол, но многие, возможно, скажут, что он театр кукол не является. Он является таким смешением, очень популярным на Западе сегодня жанров всяких. И я не скажу, о чем он, потому что иначе будет неинтересно. Все костюмы и декорации для ее спектакля уместились в одном чемодане. Она привыкла путешествовать налегке. Но всегда в ее багаже блокнот и ручка. Полина Борисова делает пометки, которые затем ложатся в основу ее спектакля. Первое, что нужно увидеть в незнакомом городе, нет, не магазин и кафе. Первое – это его историческая часть. Если, конечно, повезло с историей и с теми, кто ее хранит. Омску повезло. И у гостей фестиваля есть возможность отключиться от театрального процесса и, так сказать, сменить декорации. Он бы с удовольствием задержался здесь еще на пару недель, чтобы сложить свое представление об Омске. Каждый раз, беседуя с Михаилом Ульяновым, тот рассказывал ему о Сибири. Говорил, что однажды обязательно познакомит его со своим городом. Но жизнь питерского режиссера Фокина расписана буквально по минутам. Вот и на эту экскурсию по плану всего полтора часа. Несколько раз он ловил себя на мысли, что приближается к одному из главных пунктов этого маршрута – музею имени Достоевского. В Александринском театре Валерий Фокин как раз работает над постановкой «Игрок». Он говорит, что судьба каждого спектакля складывается из мелочей. Где был, что слышал, видел. Порой удачное стечение обстоятельств, как это, совершенно меняет ход мысли. И, как ни странно, влияет на судьбу новой постановки. Вообще такое внедрение мозгов вот в эту историю Достоевска, оно очень полезно. Нельзя сказать, что я в первый раз все это увидел, я все это знал. Но важен контекст опять же. В каком месте ты еще раз об этом слышишь. Вот это важно. И когда ты слышишь об этом все-таки в том месте, где он жил, где он страдал, где он писал, это особое уже дело. И Омск – это ведь город, который очень повлиял на него и в плане творчества, и в плане, прежде всего, делания себя человеком. Поэтому в этом смысле, конечно, это очень полезная поиска. Он говорит, что с юношеских лет влюблен в Гоголя и Достоевского. У этих классиков есть удивительная особенность. Они вчера сумели с большой точностью рассказать о дне сегодняшнем. Актуальность на все времена – вот их конек. Однако Фокин прекрасно понимал и понимает, если ставить только классиков, то удовлетворить все зрительские пристрастия навряд ли удастся. А если уж это старый добрый Гоголь, то пусть его герои скользят. Зацепить публику любой ценой, шокировать – вот его девиз. И благодаря этому, наверное, есть один непревзойденный результат. Мы сформировали своего зрителя. Старейший театр России, один из самых главных старых театров Европы. У нас молодой зритель, около 60% молодежи в зрительном зале. Это огромное дело. Потому что когда мы начинали все это делать, в общем, так сказать, такое количество дам, ничего плохого пожилых в шляпах с перьями преобладало. Прямо надо сказать. Сегодня, конечно, совершенно другая аудитория, другой зритель. Есть, естественно, люди пожилые, это нормально. Но, так сказать, и это меня очень радует, потому что это очень важно, потому что, значит, в этом меню их интересов стоит и драматический театр. Он сам признается, что мысли о театре не оставляют его ни на секунду. Он снимает и кино тоже, однако называет его больше делом производственным. А вот театр, театр, считает Кокин, сочинение мира, ежесекундная импровизация. Вот и сейчас, прогуливаясь, он, скорее всего, импровизирует. Импровизирует на тему дня сегодняшнего. Любое событие нужно только повнимательнее присмотреться. Легко может лечь в основу какого-нибудь современного спектакля. Ну или поменять ход событий в очередной постановке. Из этого, наверное, складывается такая близкая сегодняшнему зрителю современная драматургия. Фестиваль Академия приглашает в Омск не только самые лучшие театры. Самые лучшие театральные критики и театроведы – это тоже визитная карточка Академии. Когда они собираются вместе, им есть что посмотреть на нашем фестивале. И есть о чем поговорить. Театр умер, да здравствует театр. Таким противоречивым, а в чем-то даже и провокационным, стал разговор за круглым столом с ведущими столичными критиками на тему «Новая театральная реальность». Тон задавала шеф-редактор раздела «Театр» популярного портала «Опенспейс» Марина Давыдова. Сегодня, уверяла она, несмотря на действительно некоторую стагнацию, происходит настоящая экспансия театра, который подстать интернету, завоевывает все больше и больше смежных с ним территорий. Что такое театр? Это все на свете. Понимаете, в театре можно показывать кино, но так, что это будет театр. В театре может на сцене сидеть Эмерсон-квартет, как спектакль с Айминой Макберни, и он будет не просто сопровождать игру каких-то артистов, а он сам станет главным героем спектакля. И музыка, которую он играет, это будет часть театрального представления и ее, так сказать, главный персонаж. В театре можно читать стихи, это будет театр. В театре можно делать все, что угодно. У театра, на самом деле, это совершенно луженый желудок, который в состоянии все присвоить, все переварить, все сделать самим собой. Обидно, продолжает Давыдова, что многие режиссеры просто не понимают этих богатейших возможностей театра. и не пользуются ими. Другая опасность – консерватизм зрителей, живущих по законам театра 20-летней, а то и 30-летней давности. Смогут ли люди, привыкшие к занавесу и к удобным плюшевым креслам, перепрыгнуть их и шагнуть в новую театральную реальность? Такая опасность есть и не только у омского зрителя, потому что все-таки Омск относительно, допустим, театральной нашей столицы, я имею в виду Москвы, он просто имеет меньше возможностей. У нас есть, конечно, 8 театров, но в Москве их 200. И, естественно, московский зритель более развит в этом смысле. У омский зритель, допустим, в меньшем. Но есть еще города, которые еще в худшем положении, чем Омск. Для Омска, наверное, 8 театров – ничего. Я более того могу сказать, Россия на сегодняшний день, она немножко, ну, в смысле зрителя театрального и театрального искусства, она тоже немножко консервативна по отношению к Европе, допустим. У нас все-таки есть определенный зазор в том, что является новой театральной реальностью. То, что нам представляется сегодня с острым, современным, это не является немножечко таковым с точки зрения европейской культуры, европейского театра. Это не хорошо и не плохо, это есть. Но есть и фестивали, встречи, форумы, которые как раз и помогают уменьшить этот культурный зазор. Дают возможность увидеть те самые европейские спектакли, что определяют сегодня уровень театрального искусства в целом. Нужно только перестать быть ленивыми и нелюбопытными. Нужно просто встать и пойти в театр. Включив в афишу спектакли театра, организующего фестиваль, Академия представляет актеров Омского Академического. Как правило, спектакли хозяев всегда получают самую высокую оценку столичных и зарубежных критиков. По признанию все тех же критиков и гостей фестиваля, они волнуются не столько за сами спектакли, а то, как воспримет их омская публика. Неоднозначный Каллигула Некрошуса, смелая женитьба знаменитой Александринки. На этом фоне блистательных работ не потеряют ли интерес зрители к спектаклю «Август. Графство Осейдж» в исполнении актеров родной омской драмы. Сегодняшний спектакль я его видел, естественно, как будучи экспертом «Золотой маски». Видел и рекомендовал на «Золотую маску» в прошлом сезоне. И сейчас смотря этот спектакль второй раз и понимая, что вокруг будут спектакли и Некрошуса, и Додина, и Бург театра, все равно есть ощущение такой игры на равных. Это серьезный театр, серьезные артисты. Серьезные задачи поставил режиссера. Исправляется, и зритель гнемлет. Это замечательно. Амичи действительно любят свой театр. Они развращены, как сказал Евгений Миронов, хорошей и добросовестной игрой своих актеров. Они знают и уважают тех, кто приезжает в Омск в рамках фестивалей, будь то «Золотая маска» или «Академия». Всегда это очень интересно. Тем более, когда другой театр смотришь, это совсем другая. Ну, как-то и режиссура другая, и все другое. И поэтому все сравниваем, все интересно. Вообще, я гость города Омска. Приехала с Владивостока и очень рада, что попала на фестиваль. Вот уже второй спектакль смотрю, очень нравится. Вчера был спектакль Санкт-Петербургского театра, сегодня вот Омский театр. Тоже замечательная вещь. И театр, в свою очередь, чувствуя столь горячую поддержку, смело пользуется теми возможностями, что предлагает современная театральная действительность. Все чаще на Омской сцене появляются спектакли, где звучат тексты, идеи, которые принадлежат уже другому времени. Так в Омской драме разными дорогами идут к одной единственной цели – быть востребованными зрителями. Не знаю, понимают ли о Мечи, что такое Омский театр драмы. Вот я, живя в городе Екатеринбурге, на расстоянии, люблю его многие годы, потому что такого просто больше нет нигде. И этот спектакль – это такое воплощение особого качества, художественного, духовного, какого-то человеческого. Работают люди, которым веришь, потому что ты знаешь, что они и в жизни настоящие. И поэтому у них получается настоящее искусство. Омский фестиваль прочно занял свою нишу в контексте мировых театральных брендов. Мало того, через год поле его культурного влияния обещает расшириться. К своему основному имени – Академия – фестиваль прибавит еще одно, не менее значимое – Достоевский. А это уже совершенно другой неисчерпаемый пласт для вдохновения. Это новые имена мирового уровня. Это тоже театр. Мы продолжим вас знакомить с людьми театра и рассказывать о спектаклях. Смотрите Дневник Академии, нам есть что рассказать. 19 июня в 19.00 на основной сцене Академического театра драмы спектакль Российского государственного театра драмы имени Федора Волкова Екатерина Ивановна. Постановка Евгения Марчелли. 20 июня в 19.00 на камерной сцене имени Татьяны Ожеговой Академического театра драмы спектакль «Без руки из Покона» режиссер Дмитрий Егоров. В главной роли Михаил Окунев.